Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресса, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Арысев. Все же становится совершенно непонятно, то ли кировские коммунисты какой-то особый путь нашли, то ли усердно роют себе яму. Как пишет газета Бизнес Новости, четыре члена фракции КПРФ посчитали, что лидер рекоделения партии Сергей Мамаев, озвучив предложение об исключении из объединения коммунистов в ЗАГСобрании Валерия Турола, тем самым превысил свои полномочия, а соответственно решение это, по их мнению, нелегитимно. Письмо на имя руководителя фракции с требованием переголосовать по этому вопросу было направлено за подписями депутатов на днях. Правда, Виктор Николаевич Женихов лишь на это заметил, что все прошло в рамках процедуры, предусмотренной положением о фракции. Правда, вот депутаты об этом положении оказались также не в курсе. Судя по всему, процесс уже необратимый, катализаторов более не понадобится. Инфопресс Законность приватизации Уржумского СВЗ до сих пор была под вопросом. Оказалось же, что всего-навсего нужно было, чтобы подтвердились и депутаты, коллеги Олега Березина, арестованного в рамках расследования по делу о хищении акций завода. Как пишет газета «Ветский наблюдатель», специальная комиссия ЗАГСобрания, проверив условия сделки в 2010 году, пришла к выводу, что процедура приватизации была законной. На пленарном заседании депутаты законодательного собрания своим постановлением приняли заключение комиссии. Таким образом, народные избранники высказались за то, что никакого ущерба бюджету Кировской области при продаже акций нанесено не было. Думается, для экономии средств можно было бы, чтобы депутаты вообще совместили бы полномочия свои и, к примеру, по меньшей мере, следователей. Демографическая ситуация в стране сложная, и, видимо, чтобы на нее хоть как-то повлиять, используются любые методы. Как пишет газета «Репортер», Кировский областной суд сменил Алексею Навальному реальный срок на условный, кроме всего прочего, из-за наличия у него малолетних детей. По крайней мере, об этом говорится в мотивировочной части решения обл. суда. Вообще же, большинство россиян, запрошенных Всероссийским центром исследования общественного мнения, считают приговор Навальному слишком мягким, тогда как примерно тот же процент из числа опрошенных вообще не слышали о том, что Навальный все-таки сидеть не будет. Навальный, конечно, Навальным, но интересно было бы посмотреть статистику в ЦИОМа по другим, безусловно, не менее интересным фигурантам. Инфопресс 2 ноября — «Всебирный день мужчин», о чем в своем твиттере сообщил губернатор Никита Билых, на что галерист Марат Гельман спросил, мол, что же сделать и как этот день вообще праздновать. Никита Юрьевич уточнил, что сам пытается в этом разобраться, тогда как Гельман лишь заметил, что в любом случае самые мужественные у нас в стране — женщины, имея в виду участницы группы «Пуссирайт», хотя в их случае это качество было значительно разбавлено безрассудством. Удачи в делах! Это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс Инфопресс